О, это буска какая, ну-ка. О, это больше метра. Сейчас я вот сюда отодвину дальше ещё, чтобы видно было, как прыгает. Никто так не прыгает, как буска. Ну-ка. Ну-ка, гляди, гляди, сейчас я... Ого-го-го-го. Ну, сколько здесь? Ну, больше полтора метра. Как стрела летит. А эта даже Паля не попытается бежать, она боится. А она её глядит, как с опаской. Ну-ка. Ой-ой-ой. Какая тут мышь-то уйдёт-то? Как стрела летит. Ну-ка. Нет, буску никто не может взять. Ну-ка. Паля, Паля ещё ребёнок. Ей только вот будет через неделю 7 месяцев. И то она какая. Вот мышатика. Экологически чистый, сказать, враг мышей. Никакой... Смотри, шевелиться даже не давала это. А теперь, когда это появилось, она её боится. Ого. О! Какой... Так это она не полный прыжок-то ещё делает. Это она... Видно, что согнулась. А дальше она вот, главное, прыгает под 45 градусов, как снаряд. Вот. Смотри, я к ним, когда кидаю, как они... Каждый осторожен. Кошки редко, когда бывают посарапанные. Видал? Поспокоились. И каждый думает, как бы там меня сзади не хватило. Так, повернулось. Ну, это же мышонок, ну... Их, сидит. Как они друг на друга влияют, вот. А я сейчас пошёл голубям давать-то, и... Мороз щипет руки, думаю, ну как с ним бороться? А мы в школе учились, когда... Нас учили петь песни, там где-то в третьем классе. И мороз, и знойный ветер, если надо, укротим. И мороз, и знойный ветер. А сразу что-то вспомнил почему-то... Собчак, думаю, в президенты-то, как она теперь? Это всё равно, что её выставить, раздеть. Ну, против Емельяненко бороться. Борьба без правил. Сейчас лежу там Грудинина, Павла. А то наш президент, какой наш. Его никто не видел, никогда не знает. Я первый раз услышал. Рисует у вас большими женскими грудями сегодня. Ну, ёмное дело, что это... Надо создать выбор, а выбора нет никакого. Один в человек-то. Ну, и не надо обманывать, сказать. Продлить ему срок. Назначить его императором и бессменный, чтобы был. Это уже его команда. А то они воруют. Так они наворовали теперь, не надо бояться-то этого. Они уже наворовали. А новых будет, они обязательно будут воровать. Тут уже как-то привыкли, знают и к кому обращаться. Пошла. Ладно. Выбор никто никого не выберет. А мы не ходим на выборы. Я так между делом сказать. Мы просто молимся. Кого выбирать-то? Ну, выбирать у меня голубь породистый или голубь сильный, голубь раненый, дохлый, летать не может. Ну, какого я буду выбирать-то? Но всё равно выборы есть. А если он один только голубь? Некого и выбирать. При коммунистах-то выбирали-то один. Одна кандидатура и, говорит, выборы. И даже вторая и не ставилась никогда. Не было её. А кого выбирать-то? Никого не знаем. Я знаю, что выбирать. Вот если у меня этот компьютер, третий день тут отморозили, от чего сбивается. Плохо работает. И компьютер, который настоящий военный, ни на какую температуру не смотрит. Какой я буду выбирать-то? Ну, ясно какой. Вот она. Это мой мир. У меня тут православный форум. А это наш видеоканал. Вообще-то подписчиков каждый день почти, ну, что-то много так идёт-то. 12 тысяч и чуть не по 100 подписчиков. То ли нарочно, кто делает-то. И здесь тоже 12 миллионов 187 тысяч. Тоже я так ещё не разбираюсь в этом деле-то. Ну, думаю, наверное, это кто-то подставляет нарочно. Так вот. Ой, ладно, всё. Благословен Господь. Кто не знает, как вот узнавать, сколько у тебя на форуме. А вот это на этом, в Ютубе. А вот надо так вот поставить запрос и написать канал. Написать канал. Вот я пишу. Во свете Библии. Вот она. Теперь я её ткнул. Она сейчас покажет, сколько подписчиков. Результат примерно ещё 10 тысяч. Так. Я похвалился. Так это видео. Вот оно. 9476. У нас видеороликов. Роликов. А подписчиков 12 тысяч 923. Ну, что тут говорить-то. Вот опять кто-то вышел. Комментарии дают. А на что комментарии? Противники Антихриста. Вот сейчас я посмотрю больше. На какой ролик это вот. А ролик такой называется. Если так будет, то для чего мне это? Мы с батюшкой беседуем. И кто-то вышел. Не поймёшь. Противники Антихриста сочтутся возмутителями. Врагами общественного блага и порядка. Подвергнулся и прикрытому, и открытому преследованию. Святитель Игнатий Бричевинов. Абсолютно правильно. Тут даже нет. Вот. Роману, вот Михаил Кальмаев пишет. При всём уважении к отцу Иакиму, не надо было запрещать коленопреклонение Роману. По канонам, отцы установили молиться без коленопреклонения только в воскресные дни, Пасху и в одни Пятидесятницы. Ни о каких святках или других днях, правилах нет и речи. И почему священники перетолковывают на свой лад это правило? Ведь чётко говорится, по ней же суть некоторые преклоняющие колено в день Господень и в одни Пятидесятницы, то дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было угодно Святому Собору, в достоящее приносят молитву Богу. Номер 20. Первый Вселенский Собор. В воскресный день провождаем яко день радости. Ради воскресшего воны. В сей день и колено преклонять им мы не прияли. Номер 15. Правило 15 святого Петра архиепископа Александрийского. Неужели этот день радости заканчивается, как только человек выходит из храма и у себя дома, с успокоенной батюшкой совестью, может молиться, преклоняя колени? Ведь святые отцы нигде не говорят, что в одном месте мы должны соблюдать это правило, а перейдя в другое место, можем его игнорировать. В воскресный день он и вне храма остается воскресным днем. Номер правило 96 Вселенского Собора и 91 Василия Великого о том же. Вот, тут кто выходит? Иван Артюшкин, Жаль Романа. Так, кто-то еще заходил. Может он сумасшедший, вы его на свидетельствование свозите. А то он оружие возьмет и перестреляет всю потеряйку когда-нибудь. Ну, конечно, это плохо будет, перестреляет это. На еврейском языке это Евгения Трапко. Еврите, земной шар нашей планеты, земля называется Кадур, шар, мяч. Ха-Арец, земля, страна. Кадур-Ха-Арец, круглая земля, страна, как круглый мяч футбольный. Даже у евреев ни о какой плоскости не говорится. А если говорим, что земля плоская, получается умнее евреев, оказались, которые дали нам книгу бытия, в которой говорится о творении творцом нашей планеты Земля. Кто-то пишет еще. Очень интересно смотреть ваши ролики про быт, хозяйство, работы. Можно многому научиться по ним. Вы делаете все правильно. Больше бы таких роликов. Спасибо. А вы по грибы и ягоды ходите? Ну, зимой-то нет, конечно, а летом, осенью там. Вроде таких роликов не видел. Ну, были, вы не знаете. Здоровья, просветания вам. Евгений. Знал одного такого, как Роман. Метался с места на место из монастырей в скиты. Нигде ему не найти было святости настоящей. Так и замерз где-то в тайге. Вот это я верю. Вчера только, кажется, позвонил Игорь Барабаш Сараста и говорит. У нас тут неприятность такая. Вот как от Потеряевки 16 километров. И стоит там 73-й километр. И в Потеряевку поворот. И до Потеряевки с трассы, которая в Барнаул-Мамонтово идет. Настоящая, настоящая, видимо, автострада такая. Республиканского значения. Очень хорошее. И идти. Ну, летом. Летом-то можно. А зимой там никто не ездит. Дороги нету. И человек какой-то, будто бы с Казахстана, звать Александр. Не звонил, ничего. У нас категорически в уставе написано, что зимой никогда никому не разрешать и не приглашать. Никак. Там нету, на станции нету. Где поезд останавливается? Степь. В какую сторону идти? Дороги нету. На станцию-то заносится снегом-то. И я так предполагаю, что он слез. Дорога-то есть куда? А дальше-то нет еще. Он решил пролезть. Железную дорогу-то видать там где. Далеко, но видать. Он, видимо, пошел, дороги нет. Решил выйду на линию как-нибудь. Пролезу все же. И по дороге пойду. А когда летом-то едут, то едут, едут, едут. Так как бы параллельно железной дороге. Ну, она помаленьку подворачивается. И потом переезд. Переезд один. Уже на стороне Потеряевки. И тогда уже там дорога одна прямо идет на урывку. А другая к нам там знак стоит на Потеряевку. А дальше свернуть некуда за околком. Я так предполагаю. Зима. Холод. С юга. Кто? Мы знать не знаем. И он пошел. И, видимо, подходил уже где-то к переезду. Переезд. А от Потеряевки еще километров шесть, может быть. Не меньше. Примерно шесть километров. И его поезд там зарезал. Убили его. Увезли в Ребриху. Насмерть сразу. Не приглашал ли я кого? Да сохрани Бог. Наоборот, нас упрекают. У вас устав. Приезжать нельзя. То есть извращать. Лещ идет. Без разрешения нельзя. Но теперь без разрешения поехал. Куда приехал? Смерть. Так это не один уже замерз-то. Замерз. Володя Ивкин был. Из Академгородка. Но он не здесь. Там замерз. В кусты где-то залез. Какая-то девчонка шла. С урывки. Видимо, мимо прошла Потеряевки. И с той стороны. Весной только вороны летают. И увидали. Ее потеряли. Она к нам не относится никак. Где-то была. То ли ее там обидели. Или еще. Она решила идти. И ночь. Тракторные сани где-то шли. Потом кончились. И все. И она так и кончила жизнь. Так что там погиб тогда у нас Зайной Дина Фьюр. Но это летом. Говорят, его сбросили с поезд и в траве нашли на другой день. Вот здесь видишь, что так пишется. Вот так пишет. Это третья книга Ездры. 11.32. Ну давай вот мы сейчас откроем. Чтобы понятно было, что мы ничего не выдумываем. Третья книга Ездры. Вот она. Вот. Одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава. Тридцать второй стих. Вы тринадцатую нажали. Тридцать второй. Геннадий Иванович, вы тринадцатую нажали. Нажал. Я не вижу. А вот одиннадцатая. Вот. Это говорится о будущем. Вот. Эта голова устрашила всю землю. И владыщество над обитателями земли с великим угнетением. И удерживало власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Ну это крылья это правители какие-то. Здесь говорит землю. Это просто земля. А устрашила землю. Какой землю? Жители земли. Владыщество над обитателями земли подтверждает, что это речь идет о земле. С великим угнетением. И удерживало всю власть. Власть на земном шаре. Ну перевод-то сделал не сегодня. И вот теперь показывают, что именно шар. Нет, это шар. Это значение. Это шифер какой-то. Вроде на шифере живем. Ну такая глупость. Прямо. На земном шаре. Им обязательно надо говорить. Перевод неправильный. Это все. Все еретики. Все богохульники. Все говорят, что перевод неправильный. На земном шаре. Я что могу добавить? И такие люди, когда поднимаются, они идут против Библии. Начинают переводы, как Лев Толстой делает. А какой перевод? Он брал перевод только одного какого-то француза. Льюиса там, кажется. Ну безобразие просто по отношению своей души. Так. И говорит. Эгоцентризм очень сильный враг души человека. Личность человека находится как в тюрьме своего эго. Во всех духовных школах главная цель – борьба со своим эго. А, этого они не знают. Никого не слушают. Как бешеные делаются им. В церковь ходить нельзя. Патриарх, еретик Кирилл. Приезжает если к нам этот митрополит Сергий. Такого, я не знаю, митрополита. Он своим видом, улыбкой просто располагает. Он много лет был там священником простым. Не то, что был руководителем хора, когда это был Дмитрий Максим. Он ни дня не был епископом. Раз его поставили священником-то. А этот все прошел. Все ступени. Его никакая рука не ставила. И вот пишет Николай Астахов. Роман уже без греха живет. Что его такие вопросы тревожат-то? Почему не заняться собой? О, еще-еще захотел. Да кто же занимается? Есть такой Ефрем Мораитис. Ученик святого старца Иосифа Исихаста. Вот фильм о нем. Вот есть информация о том, что Ефрем какое-то время не поминал патриарха Вселенской Церкви Нагора. Архимандрит Епифаний Федоров Пулос посоветовал помнить, поминать. Ефрем прислушался. Непоминание патриарха Кирилла несет больше вреда, чем пользы. Непоминание. Врагам православия нужен раскол. Ну, понятно. А со всеми мирянами и клериками, коих твое благовеенство отлучило или не сложило за веру, мы все находимся в общении, ибо несправедливо подвергаться твоим тяжким приговорам тем, которые умеют мудрствовать православно, потому что они стали противоречить тебе с доброй целью. Святой Кирилл Александрийский, ни грамоты, ничего духовного никакого нету, и вот такой воскурился он. А Кирилл Александрийский ему говорит, восточные отцы учителя церкви, что ничего это тебе не даст. Вот видишь, как попутно натолкнулись мы. Я зашел, я не ожидал, что тут будет. Мы с батюшкой беседовали. Ну вот, о чем можешь сказать-то? Да ничего. Как говорится, какая муха цосе укусила. Еще нету. А дальше куда? А дальше надо искать где-то. Сегодня посмотрел, магазин какой-то открыл Герман Стервиков, я не понял, в каком городе, номер. И вот он там рекламирует все. Это вот особое, это вот такое особое. А это конфетка. Одна конфетка, там 150 рублей. Одна конфетка. И она такая сладкая, ты глаза закроешь. И вот он ходит, обманщик. Алиса это он, как лиса, везде всех ограбил, миллиарды нажил. Первый миллиардер был. Ну и теперь он в магазин открывает булка, там тысячу рублей или сколько. И кто придет, ради Христа попросит, мы ему дадим. Ну кто же на это пойдет сегодня? Приди, да еще и ради Христа. Никакой мусульманин не придет. Да они сами себя прокормят. Ну все такие условия прямо. Да открой ты, пусть они едят у тебя. Сидят за один день, все уйдут. И вот ходят, что-то где-то показывают. Ну обман, один обман. Соль, соль непростая, из глубин земли. Наверно, как Гагарин добывал там гиперболуэт инженера Гарина. С центра земли там какой-то слой. Это особый. Соль особая, пшеница прямо. Пшеница с элеватора, мука с элеватора. Ну обман. Да когда нужно будет есть, ты будешь на человечем кале печь. Бог повелевает. Я сегодня посмотрел, но он не может без этого. И вот спрашивает. Это я попутно все. Спрашивает отца Дмитрия Смирнова. А как ваше отношение к Герману, к Серджику? Ну ни один не говорит-то. Как будто боятся его. Или что-то он им дает. Не знаю. Да ну знаете, это такой оригинальный человек. Ну какой оригинальный. Разрушитель. Церковь вся еретическая. Старобрядцы еретики. Все православные еретики. Все еретики. Один он не еретик. Один обманщик. Как он говорит. Вот это кривляется. Дерется. Он одержимый. Он бесноватый. Кидается на людей. И там бросает. Как вот Жириновский. Совершенно один и тот же дух. Но они может и не друзья даже. И вот я посмотрел где. И вот он Дмитрий Смирнов. Лукавый человек. Лукавый. На совесть его десятки тысяч убитых. Где танки освещал. Ну он тебя не признает. Ты для него волк лютый. Ну чего ты лукавишься. Так ты скажи. Нет. Он оригинальный. Он такой. Ну бывает такие люди встречаются. И кого они говорят. Они разрушитель. Другого имени нет. Обманщик. Провокатор. Сбежал. Он знает куда бежать. В Карабах. У него там сидят люди. Ну люди то люди. Булки хлеба почти 700 или 1000 рублей. Кого он накормил то. Где. Как он может накормить то. Кем он работает. Вы видели. Ну в биографию человека посмотри. Как он молится. Вы видели. Где то он ходил благовествовал. Евангелие раздавал. Нет конечно. Ничего этого нету. У Германа Стерли. Даже одного процента нет. Чтобы подумать что он христианин. Нет. А он православный. Какой он православный то. Кинулся к соробряцам. Видимо кто то попросил денег. Смылился. Нету. И вот лукавят и лукавят. Друг перед другом. Богу это нужно. Ну я же не говорю там. Баптисты кто то. Правильно говорят. А можно. Нигде нельзя ничего. Только он. Он. Он все зазирает. Он кусок соли достал. Выпилили. И теперь только к нему приходите за солью. Вот. Прохор Лебедник. Или Лебедник. Как его зовут. Это все обман. И на обманщика вот туда его тянет. Если он плоская земля. Он обязательно Германа найдет. Он с ним будет. Обязательно этого славяка Щебаркульского найдет. Десяти лет умер пацан. Обязательно. И какой бы где лжест не появился. Он тебе в друзья. Целыми днями сидят в интернете. Ни одна душа не придет к Богу. Нигде. Они даже показать не могут. Там какой то сидит. Лысый. Лысый такой. И он гляжу его. Все время. Смотрит. Кого смотреть то. Когда ничего нету. Считай святых отцов. Иди благовестуй. Не стой. Не теряй время даром. Уйдет все. И вот что интересно. Вот которые этим увлекаются люди. Как правило. Разведенные. То есть они не уживчивые. Ну нету никак. Только молиться. Благодарить Бога. И все. А сами то могут делать. И зарабатывать. И у них как будто все и есть. Ну маленько хотя бы глянул. Как жили то люди. До этого то. Ну. Как это так. Самостоятельно. А. Пятнадцатое правило. Двукратного собора. Надо прежде объявление елеся. Отступить от него. От кого от него. Он нас ошарашил здесь. Неделю назад. Прищищался. А через неделю объявляет. Батюшка ненастоящий. Ненастоящий. То есть. Потому что у него и наверное есть это. Ну как. А если будет митрополит. Первое объявление было. Приезжать к нам. Сергий Иваников. Я не буду приходить в храм. А потом дальше уже все. Уже полностью. Церковь со всеми порвал. Паспорт сжег. То есть. Конца этого безумия нет. Это еще не все. Вот пишут. А вы верите что может достать ружье стрелять? Не знаю. Я об этом не думал. Но. Судя по бешеным глазам таких людей. Похоже что могут сделать. Для них ничего нет. Он ради Христа это будет делать. Шахид. Он может. Я не говорю конкретно о ком то. Но. Именно так. Мне приходилось таким встречать. Он. Воспаленный. Такой делается. А что разговаривает. Потеряю какой то. Там какой то. В камне на обед. Я с Павелом рассказываю. Да поехать. Да сжечь. Потеряю какое то. Яромонах. Яромонах. И как они еще. Да ничего нету. Нигде и нету. Они сгинули. Я их знаю этих. Они внезапно погибают. Внезапно. Вот этот человек ехал на переезде. Что он. Может уехал с намерением какую то пакость сделать. Может кому то ехал кто то. Ну. Кому то земля плоская то. Ну не знаю. Но. То что он. Вот шел. И до переезда дошел. К нам никак не относятся. Это от нас. Километров шесть. Я. Не знали. Я говорю нет конечно. Нет. А эти. К этим людям кто то приедет. Может помогает. Нету. Ни разу этого не было. Они одинокие. Одинокие. Вот у нас тут такое было. В Потеряевке было. С миллионами приехал. Гостиницу построить. А сам пьет и курит. Но ему не разрешили. Он поехал в город. Проиграл все здесь. В пух и прах. Проигрался. И все еще. В восемьдесят с лишним лет. И пьет и курит. И матерится безбожно. Потеряевку хочу. Ну ты же не соответствуешь. Тем требованиям. Какие есть. Не пить. Не курить. Не материться. Не воровать. Не лгать. У тебя ложь на каждом шагу. Главное кумир Осипов. Ну иди сразу к масонам. В галстуке. Бритые. В восемьдесят с лишним лет. Они все обманывают. И правду сразу сказать. Никак не скажут. Ну скажи им что. Ты узнал что он. Поносит все. Ну напиши поноситель. А вы как считаете. Никак. А что патриарх по твоему. Кириллов Благодатный. А какой же. Какой. Конечно. И подошел бы к нему. Да что не пошел то. Подошел то. По первому классу приняли бы. Мы приглашали здесь. Как это я. И папу приняли бы. И папу приняли. Ну так что с вами разговаривать. Не разговаривай. Я так понимаю. Патриарх встречается с папой. А почему мне не подойти. Я подошел бы и благословился. И посчитал бы. Что это не грех. А благословение как она. Так они еретики. Ну у них меньше может быть ереси. Или у нас. Ну это везде вторглась уже. А на уровне бытовом. Когда сейчас все и все. Там крестят как попало священник. Это не ересь. Уже католичное давно. А так что не бодрствует. А что для того чтобы бодрствовать. Молиться надо. Молиться. Все вопросы разрешает Господь. Для него нет трудных вопросов. И не надо. Я узнал. Тебе. Просчитал. Понял. Земля там. В виде тарелки какая-то. Глупости все. Земля. Земной шар. Мы сейчас прочитали. 11.32. Третья книга. Поезды. Вот так. Богу нашему. Слава. Мы начали. Это с чего. Толкнулись. Кто-то зашел. Но зашел. Кто-то сказал. И мы сразу. Пошли за ним. Что он там высказал. И вот туда вышли. Вот так. Видишь. Благословен Господь. Вот что тут. Крещение. Я выставил. 9 часов назад. 1199 человек. Для нас это очень много. У нас. Ну вот вышли там эти. Сегодня я считал. В Оренбургской области. Там. Поплясали они. Эти. 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 Лесного хозяйства-то. А губернатор-то. Увидел это. И первую секунду уже принял решение. Уволить всех. С этим министром. Который там. Лесного. Ну министр какой. А реальный здесь. Всех уволил. Вот это им было. Они там кривлялись. В рабочее время. В карты играли. Пили там. Ну вот и все. Так еще Господний суд будет. За все. А как вот. Кто бы ни был. За него помолись. Если есть верующие рядом. Попроси чтобы. И за тебя помолились. Вот вчера я выставил. Андрей Акураев. Он обо мне говорит. А тут немного. Шестнадцать. Пятнадцать. Или сколько. Девятнадцать часов. Четыреста девяносто четыре. Так его уже этот ролик измусолили. Но у меня его не было. Я его взял. Сюда перетащил. И вот. Находятся люди. Батюшка сейчас был. Молился. Епископ. Митрополист. Сергий Иванников. Он рад. Прям не знаю как. Мы рады. Его Бог нам дал. Бог. Это Божий человек. Все. Отошел. Благодарю. Сегодня у нас что. Двадцать четвертое. Наверное. Да. Двадцать четвертое. Января восемнадцатого года. Среда. Сегодня у нас занятие по скайпу. Нам некого страшиться и стыдиться. У нас очень толкование. На каждый стих Библии есть. Святыми Отцами. И надо это принимать. Каноны. Никео Цареградский символ. Держать. Ни пункта никуда не сдвинуться. Вот и все твоя жизнь. Ну и твори добро. Согласно заповедей Божьих. Богу слава.